Здорово ребятушки, с вами Ладушки, Dishonored 2, и тут у нас Далила, и тут план. Далила, блин, не знаю, такое имя, каждый раз, когда я его произношу, у меня такое ощущение, она Далила, а что остальные не доливают? Я понимаю, что там другие буквы и всякое такое, но вот как-то... Э, стой, подними, пожалуйста. Я тут, я недостаточно посуды перебил еще, если что. Ладно, значит, нам нужно исследовать этот дом, мы получили дополнительную инфу и также... Так, тут еще будут эти, Вася, нет? Тут у нас, если что, напоминаю, были сектанты. О, судя по денежке, я тут еще не был, я обычно денежку стараюсь не оставлять. Сегодня представитель королевской кунсткамеры подтвердил, что учреждение останется закрытым на неопределенный срок. Нам не удалось получить комментариев от куратора Брианы Эшвард. Читатели, вероятно, помнят, что около полугода назад здание было закрыто из-за... Так, ребята, это мы читали. С газетами такое бывает. Газеты повторяются. Точно, 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 это вот где мы сейчас. Все, я понял. Я начинаю потихонечку вспоминать. Нам нужно отключить ветряк. Нам нужно отключить... Блин, что-то мне вообще выбило, как играть. Сейчас я вспомню. Ты у нас живое? Стражник без сознания. Хорошо. Оно идет вниз. То есть от ветряка у нас идет энергия на это. А как нам... Как нам вырубить сам ветряк? Можно вот сюда вот, да? Выключаем ветряк, выключаем эту. Я понял, все, классно, сработало. Теперь. Надо было сразу это сделать, что-то я тупанул. Вот тут вот мы падали... На этого вот... Дебилушку, смотрите. Тут мы все обшмонали. Наверх мы сходили, выходили туда. Все, хорошо. Теперь нам вниз. Что мы узнали? Мы узнали, что есть орден. Ну, как бы это мы и так знали. Ну, то есть есть орден. Есть сестры оракулы. Есть... Арбалетный болт, спасибо. Шашлычок. Круто. Тут кто-то явно обедал. Есть сестры оракулы, есть орден, есть стражи, есть куча коалиций, которые друг с другом иногда ладят, иногда не очень. А-а-а, вот где это, я понял. Это... Эта дверь была тогда закрыта, что ли? Хм. Интересное кино. Да, кстати, кстати, я только что вспомнил, что туда же в магазин можно как-то из-под воды как-то проползти. Не знаю, если я найду когда-нибудь этот проход, было бы круто. Ну, не найду, так и не найду. В любом случае, я купил всё, что мне нужно было. Это я не могу поднять, не могу. Хорошо. Здесь я тоже ничего не могу сделать. Блин, я как-то... Никак в ритм не войду, что ли. Ну, то есть игру-то я запустил, запись я запустил, я тут с вами, всё нормально. А-а-а... Вот моментально разобраться, чё к чему не могу. Ладно. Так, вроде как, вроде как. Нам нужно попасть к знакомому. Нам нужно... Вот, а там мы... А там мы не были, были? Я не помню. Вроде были, да? Давайте я загляну на всякий случай. Не, не в селе, нет, ничего. Это ж мы отсюда... Да, это мы отсюда по столбикам передвигались. Да, да, да. Тут я... Ммм, тут я мирного жителя убил. Это было не очень красиво с моей стороны. Согласен. Но ничего не поделаешь. Мирные жители иногда мрут, как мухи. Да, мы ходили наверх. Наверху вроде как ничего не было. Тут квартира на продажу и... Выход на ещё один балкон. А этот выход на балкон был для того, чтобы... А вон там мы были, нет? А вот не помню, надо будет сейчас глянуть. Да, тут дальше наверх никак. Ммм... А туда я не долетаю, круто. А сюда... Вот сюда долетаю. Ну, допустим, вот так, да? Тут мостик... О, стоп, по-моему, я здесь не был, да? Да, давайте посмотрим. Да, тут можно как-то по мосточкам, по мосточкам пройти и зайти туда. А зачем нам туда? Ну, там-то мы везде были. Это имеется в виду, если бы я хотел не пользоваться магией для этого. Трубы... Хм... Ладно. Забрали тут денюжку, и то хорошо. Ну, стену мы отключили. А, в караулке я не был. В караулке я не был. Давайте зайдем в караулку. Опа. Тут должно быть что-то. Ну, как минимум записка. Доступ на территорию, прилегающую к королевским кунсткамерам, закрыт. Во время комендантского часа очищать улицы от... И перекрывать проходы с боковых улиц обслуживания гостевой... Света... Световой стены. Световой стены. Обязанность всех членов отряда. Я надеюсь, что ветряки, питающие эту дьявольскую штуковину, постоянно будут под надежной охраной. О любых происшествиях немедленно докладывайте в ЦРУ технику. Третий лейтенант Бенджамин Чу. Ну, Чу. Ладно. Так, пули у нас на аксиум. А сколько у нас пуль теперь? 15. Супер. У нас арбалетных болтов... У нас даже грены есть. Неплохо. Арбалетных болтов не хватает. Кстати... О, нет, не так. Вот так. Ключ от внутреннего двора, который я купил, который я не знаю, когда и как мне понадобится, но возможно. Всякие вот эти вот ключи, записки, коды я предпочитаю все-таки покупать. Если вдруг они есть в магазе, если нет, то находите. Всяк такой. Потому что эта штука крайне полезная. Б. Ой, блин, это я как дятел встал, короче, раздявился. О! Можно наверх? Ну, наверх, корва, ну, наверх же. Что-то такое беспомощное. А? И Б. То есть он наверх вообще никак не хочет лезть. Есть? Нет, 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 тебе показалось. Мои братья и сестры. Все те, что приводят в движение маховики великого города. Вами говорит герцог. Тело труп. Тут явно кто-то подрался. На троне в дану или... Теперь знакомная... Я заберу. Вы друг друга перестреляли, что ли? Так, блин, вот эту агитацию надо прик... Блин, тут три трупа. Их бы сжечь по-хорошему. Три трупа. Они явно что-то не поделили. Скорее всего, амулет. Я бы записку, на самом деле, нашел на записке. Вряд ли будет тут явная картина того, что они просто перебили друг друга из-за ставок из-за амулета. Нет, не может быть. Не может быть, чувак. Да, я тебе тоже говорю, не может быть. Все нормально. Тут никого, кроме тебя, в принципе, не может быть. Ты единственный обитательный весь город. Никто тут больше ходить не может. А тут что-то куховарят, кстати. Это свежее. О, что-то я давно это сердце-то не проверял. У нас руна прямо здесь. Крутяк. Амулет прямо здесь. Наверное, даже в этом доме. И это так. Хорошо. Хорошо. Я вас понял. Так, тут крыски лариски. Давайте, я опять что-то... Нет, я не сохраняюсь. А надо бы. Надо бы. Идем наверх. Заберем тут. Интересно, руна здесь или в соседнем доме? Насчет амулета. Скореный амулет. Амулет может быть здесь. О, я понял вас. Опять? Я тебя понял. Где-то в королевской кунсткамере. Солдаты заставляют людей им что-то красть, носить, да? Давай до двери успеем дойти. Хотя тебя бы я убил, тварь. Ну ладно, поваляйся тут со своими этими дружками. Тынк! Головой разбила, так прикольно. Так, тебя обобрать нельзя, только подобрать можно. Хорошо. Опять. Блин, мне бы эти, наверное, баночки с манной не помешали бы. Я так понимаю. Надо эту тоже... Я не знаю, говорить с ней, не говорить или придушить ее просто. Или она ушла? Она не ушла, она здесь. Надо ее просто придушить. Чтобы не... Я не хочу просто, чтобы она шумело орала, она меня сдать может. Новые налоги, да-да-да, все таки было. Так, где у нас там огненные стрелы? Вот они. Да-да-да-да-да, они успокоятся. Руна там. Давайте я, наверное, сначала за ней схожу. Давайте я сначала сюда схожу. Ха, ловушечка. Блин, заметил в последнюю секунду. Дофига ловушек, а что так? Тут книжка в умывальнике. Так, хорошо. Трактат о физическом существовании подстороннего мира. Отрывок. Короткие проблески, бездны, увиденные во сне или описанные выше иском... Стойте, это мы читали, да? Это там, как они пытались... Да-да-да, как они пытались проникнуть. Это мы читали, ребятки. Руна прямо здесь. Давайте F5. Я боюсь, что тут могут быть еще ловушки. Вот я ее сейчас вообще не видел. Появилась просто надпись «Обезвредить». Офигеть. Я их вообще не вижу. То есть, серьезно. Наверное, стоило бы просто телепортнуться туда. Офигеть. Вот это тоже? Да, это тоже. Запрыгивай. А тут будет? Ну, если до этого столько было, почему бы тут ему не быть? Ну, блин, ладно. Ага. Crown Killer Watch. Королевские убийцы наблюдает, наблюдает, наблюдает. Это мало того, что руны это алтарь. Таким, давайте забираем. Сходим к темному, поболтаем с ним. Ты идешь по умирающему городу, оставляя за собой кровавый след. О, ну начинается кровавый след. Я душу людей. Брианна Эшвард так и не нашла бы себя. Вышла бы замуж за банкира. Напивалась бы на балах. Трахалась бы с незнакомцами. И называла бы это свободой. Ну, многие так считают. Куда кончилась несчастным браком и шагом в темную водяную воду. Но перед тем, как ее отправили под венец, столько лет назад, она встретила, отдалил. Потом были только дороги и кладбища. Она не смотрит назад. А чей зад? На месте Верн весьма амбициозен. Но он действительно верит, что аббатство должно защищать людей от таких, как мы. Знаешь, в любви нет души, он был бы счастлив, если бы голова Брианна Эшвард оказалась бы на пике. А может и твоя тоже. Да я уверен, что про мою голову он так думает. Ну, блин. Давайте будем честными. Это же сатана. А мы сатанист. Мы играем за сатаниста. Круто, да? Король в месяц холода. Вот воробушек споет, чайка трижды упадет. Придут звери и толстяк, придут девы и моряк. Король на перинах лежал у камина. Холод горожан терзал, ветер слабых добивал. Пусть лед жрут, пусть жрут. Снег, как тот король издал декрет. Верно подданный народ короля тут час же сжег. Спи спокойно, баю-бай. Поскорее засыпай. И до самого рассвета позабудь о мире этом. Сирконские народные песни три. Есть два и один. Весело. Блин. Неплохое такое местечко. Атмосферненько. Атмосферненько, не спорю. Я тут смогу упасть? Смогу. Хорошо. Мне здесь больше вроде как нечего делать, да? Ловушки ты пособирал? Хорошо, что ты мне своей мордой пособирал. И на том спасибо. Зажигательные болты зато теперь есть. Так, теперь пойдем туда, куда я изначально собирался пойти. У нас же тут исследование и все дела, так мы и будем исследовать. Ладненько. А уже выяснили, что случилось с Берлтон и Колберсом? По-моему, они сбежали. Любовь мне, наверное. Нет, она пропала один раньше, чем он. А его пистолет нашли в Канаве. По-моему, тут что-то другое. Может, они в кунсткамеру заглянули? Люди утекают из карнаки, как вода. Мы убеждаем себя, что все в порядке, но на самом деле каждый боится того, что все разваливается. Да, да, есть такое. Ладно. Нам пора отсюда. Чего ты взяла, что сейчас что-то будет? Лучка вон там, что? Сюда можно залезть. Зачем? Давайте сходим, посмотрим. Или это туда проход, через эту крышу? А, кстати, вот это. Да, 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 я понял. Так, хорош, что так насется-то. А сюда нам зачем? Сердце. Так, ладно. Я не знаю, как в это можно играть без магии, серьезно. Ну, просто здесь физика движения персонажа, ну, далеко так себе. Он застарьет, спотыкается. Неприятно, честно, неприятно. И играть в это без магии, ну, не знаю, каким нужно быть мазохистом, чтобы такое делать. Я понимаю, что найдутся люди, которые это делали. Это же. А стой, я там посмотрю. Посмотрим. Теперь придется сделать тебе бой. Блин, вот он меня пощипал-то. Чёртовы осы. Так, стоп, ребят, так не пойдет. Где у меня... Вот. Всё, договорились. Опа, сейв. Здравствуйте. Картину вижу, картина выделилась. Она сразу прям аж выделилась. Так, эти болты-то, кстати, закончились. Их надо убрать. Вообще, лучше ходить с чем-то тихим в руках, потому что если случайно какую-то фигню сотворить, пусть лучше это будет что-то тихое. О! Это я заберу, спасибо. Блин, еще одно кнездо. Лази по каким-то балконам, по каким-то бомжатням. Блин, прикольно. Стоит ли мне отхилиться? Наверное, пока нет. Может, я жрачку какую-то найду. Мы же любим по всяким помойкам пожрать всякого. Но это ж корово, блин. Мне вот интересно, каким образом расползались слухи про королевского убийцу. Тут везде про него надписи. Где это было? Королевский убийца смотрит, смотрит. Он же не убивал простых людей. Ну, то есть мы же знаем, что это была гепатия и что у него было вот это вот раздвое личности за лекарство. Да, давайте. Вот. Из-за этого происходила вся фигня. Что, просто на полу валяется? Круто. Так вот. Она же вроде как не убивала простых людей. Она там проникала кому-то, убивала кого-то. Угу. Калиб Менли. Эээ, натура... Блин, почему это слово такое сложное? Натура философ. Ну, натура философ же. Ну, чё ж такое-то? Южные ветра. Угу. Доклад, прочитанный в Академии ради пользы и назидания учащихся в фрагментах выступления. Драгоценные студенты и учёные коллеги, приходилось ли вам слышать рассказы о Серконосе в красоте тамошних жителей? И... А, и красоте. Угу. Я собираюсь задать вопрос, на который позже дам исчерпывающий ответ. Давайте начнём с того, что десятилетиями задают все путешественники. А, давайте начнём с тех, которые... Ну, вопросов типа с тех, да. Влияет ли тёплый климат на мировоззрение людей? Мы это тоже читали. Если хотите, ребят, на паузе можете дочитать. Извините, я просто не хочу повторно... Так, хорошо. Я определённо видел, как один из студентов на лекции записывал комбинацию к моему сейфу. Это тот же дилетант из богатой семьи, что желает сделать карьеру журналистов в газете. Хитрый мерзавец и занятия выбрал себе под стать. А его сноп-кузен держит неподалёку лавочку, где торгует из-под полы. И, видимо, воровать у этих богатеев семейное. Надо попросить Маргарет сменить комбинацию к сейфу. Комбинация к сейфу... Вон там. Точно. Всё, теперь мы это знаем. Запомнить бы теперь, где сейф. Ну, надеюсь, что запомнит. Я сюда, поскольку ещё вернусь, то я, наверное, попозже, чуть-чуть получше это всё облутаю. Значит, пока что. Как мне попасть к этому ласпету? Туда я тупо не долетаю, да? Не, ну это же суперски просто. Это же просто офигительно, да? То есть сюда я могу перелететь, а туда нет. Спасибо. Вон балкон его. Ну, блин, как мне туда добраться-то? Ребят, не вынуждайте меня убивать вас. Давайте без этого. Пожалуйста. Ну, просто если я ж дорвусь, то вам же ж хана всем будет. Ну, вы же знаете. Туда я не достану. Круто. Так, ладно. Откуда этот запах? Из фонтана? Да, вода иногда пованивает. Она течёт из подвала кунсткамеры. А там был ремонт. Одну решётку сняли. Может, туда тварь какая заползла? Может, может. Может. Так, пока вы там себе выращиваете размером с нарвала, я, пожалуй, сюда вот зайду. Да вы понимаете, что у вас тут творится? О, нашлось ещё пожрать, я же говорил. Мы сейчас до крысятинки дорвёмся и похаваем, и всё нормально будет. Тело, труп. Тело, труп. А, ребят, ну не знаю, такое описание, что это тело и это труп. Ну, как бы, да. Так, ну мне явно туда наверх. Я хочу вот этих ребят здесь ещё немножечко повырубать. Ух ты ж! Какое-то движение. Нет, нет, чувак, тебе кажется, ну это... Да, вот неважно, да, правильно. И там останется один у нас, да? Так что давай, валим. Мы тебя тоже сейчас в этот бомжатник куда-нибудь грохнем. Ну, не грохнем, а отведём. Упс. Мне кажется, ты сгорел на работе, да? Да. Блин. Ну, я не для этого... Ай, блин, он сгорел. Ай, я не хотел, чтобы так получилось. Ладно. Я его не убивал. Это называется несчастный случай на работе. Такое случается. Такое бывает. Тут ходит ещё где-то один перец, да? А может и не один. Угу, спасибо. Пойдём, чувачок. Нам поговорить надо. Я не буду тебя сжигать, успокойся. Я не инквизиция. Наверное, пока что. Тут у вас такие баки с ворванью симпатичные стоят. Наверное, на тот случай, если я тут где-то встречусь с солдатами джиндуша, да? С этими механическими тварями. Всё, нормально. Ну, блин, так получилось, чувак. Зато, вон, двое живы. Статистика, два из трёх остаются в живых. Ха-ха-ха. Потому что вот так вот распыляться. Тут сюда я не проникну. Хорошо. А-а-а, крысы такие. А-а-а. Ну, блин, ну... Да вы издеваетесь, к чёрту. Вы чёрт. Тут ловушки будут? Арбалетный болт. На, ловушки. Твою за ногу. Ха-ха-ха. Где, кстати? Амулет 11 метров этажом выше. Если бы я стоял на ногах, по мне бы эта штука попала. Зачем? Я это нажал. Я явно нажал не то, что хотел. Чё тут происходит? Крысы? В таких количествах? Записки. Так, ну, твой знакомый, я так понимаю, где-то здесь... О! Погоди. Трёшка обведена. Что у нас такое трёшка? Трёшка это прототип... Роузбэроу. Фойе, лифт. Четвёртый это лифт, третий это прототип. И что там было у нас ещё обведено? Так, хорошо. Я понял, это я заберу. Это я тоже заберу. И это я заберу. О, это был чертёж. Хорошо. Жалюще и болты, блин. Никита, бесполезно. Вот. С кодом, с кодом, с кодом. Мне есть задание для человека ваших талантов. Я хочу получить назад старый прототип Роузбэроу, выставленный в королевской кунсткамере. Вероятно, его хорошо охранят, но я плачу вдвое больше, чем платят за возврат утерянной вещи. Принесите его в мой магазин. Ах ты тварь! Пойди к кузену! Пойди навести его. Так, хорошо, я понял. Но, кот, ты должен быть где-то здесь. Этот бивень я тоже заберу. Наконец-то, блин, бутылочку манны дали. Приходится их использовать, растягивать. Ну, их реально мало, то есть... Продавец у нас, в принципе, шарит, кто я и что делаю. И поэтому он мне оставил эту записку. Меня другое интересует. Где... Ну, то есть... Я же правильно понял, что мы говорили про этого парнишу, который вроде как записывал код. Я надеялся его здесь найти. Вон та лампочка нефтемная такая. Так, тут поблизости у нас ничего нет. 66, 123, 92, 73, 99. Да, здесь ничего нет, поэтому... Я там, кстати, в картине... В это... Картины не забрал, да? Я же сказал, да-да-да, я вижу картину, и так ее не забрал. Молодец. Кто молодец? Я молодец. Черт. Вот это тогда не очень красиво получается. Это меня ведет уже прямо внутрь, к прототипу. А я не хочу к прототипу пока что идти. Черт, 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 черт. Неприятненько. Так, тут какая-то лаба маленькая. Где мне тогда искать код от сейфа? Я был такой уверенный, что, типа, вот, там парень записывал. Я думал, что это вот этот парень, который друг торговца, а тут это лично торговец мне оставляет эту записку и еще дают мне заказ на вот эту трубу какую-то ихнюю. Ну, не трубу, но вы поняли. Я в высшей стереной растерянности. В высшей степени растерянности, вот. Ладно. Ловушка, прикольно. Которую я вот тут обезвредил, да? Она должна была сзади выстрелить. Ну, наверное, это тот... А, вот парень, который на ловушке, его стрелой убило. Да, все, я понял. Хорошо, давайте вернемся в хату с сейфом. Может, я найду какие-то еще намеки на то, что происходит. Б! Зараза! Да-да-да, ждите отказа. Я, блин, вообще в растерянности. А-а-а, бесит. Из-за того, что я задумался, я просто вышел на улицу погулять. Я знаю, ты где-то здесь. Да-да-да, ты точно знаешь. Я знаю точно. Рядом ходит что-то мне ссыкотно. Что-то мне ссыкотно. Хорошая фраза, блин. Смотри, какой классный уголочек. Тут тебе даже будет что почитать. Вот эта тема меня, кстати, бесит, что удушение и блок на одну кнопку. Это просто офигеть, как бесит. Что? Кого-то убили? Ох, ай. То есть ты чуть-чуть не доходишь до расстояния удушения, и все, у тебя начинается блок, и ты гремишь мечом, и тебя замечают. Несколько раз меня это уже подставляло. Это просто кобздец. Ай, ладно, минус два. Все, догулялись, твари. Сигнализация, не хочу сигнализацию. Не без нее хорошо. Я могу тут или отключить, или перенаправить, что? А, до свидания. Я вообще с какой-то не той стороны зашел, да? Тут у нас есть еще башня наблюдения. Мне бы, наверное, в нее залезть и отключить ее. Давайте попробую сейчас этим заняться. Так, фига ли! Там кто-то болтал. Все, не раздражай меня. Там один? Серьезно, один? Давайте без шуток только. Так, по идее, мне вон туда, наверное, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут есть фонарик. Корово, ты бесполезный. Просто, чтобы ты понимал. Это вот... Ааа, так, где у нас там усыпляющие дроты? Стоит ли мне здесь тратить на вот этих вот оленей усыпляющие дроты? Хотя, да, их вон трое. Так, значит... Потом пойду напьюсь, как с ним. Есть хочется. Да-да-да, есть такое. Ну, их там двое, их надо оттаскивать. Хотя, можно сделать эффективней и эффектней. Запульнуть в них бак с ворванью просто к черту. Ну, блин, я не мог удержаться. Это было слишком круто. Минус два, да, я знаю. Я там клянусь, я из тигара. Еще двое нарисовалось, блин. Ты убьешься? Нет, не убьешься, хорошо. Интересно, трудные времена наступили. Трудные времена. Ну, это было просто слишком хорошо, чтобы этим не воспользоваться. Ааа, эй, кто здесь? Никого, никого, чувак. Так и не носись, никто что не... О, а где второй? Почему у меня зрения, блин, на 3 метра вперед не хватает? Аа, ну иди сюда, иди. О, ладно. Тех мы грохнули по-тихому, здесь мы разобрались по-громкому. Все! Отвалите от меня. Надо пули подобрать. Неплохо тебя раскидала, чувака. Где вот это? О! Ну, блин, просто вот эта ситуация с баком была слишком красивой, что... Думаешь, тебя не слышно? Думаю. Надо было попробовать хоть раз так сделать. Неплохо. То есть, по идее, если я их не убиваю, их можно выру... Бать! Куда я пошел? В какие дебри, в какие джунгли? Вот смотрите, нет, ребят, никто не может сказать, что я людей только убиваю. Тут пополам и убийство, и... Это с сейфом, кстати, да? Нет, это не с сейфом. Это у нас вот эти вот ребята, которые пострелялись. А, сюда можно было вот так вот выйти. Точно, это же я на них... Я на них наблюдал вон оттуда. Да, 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 вон там комната с сейфом у нас. Все, я понял. Смотрите, прохожу. Половина убийств и половина... Это кто сейчас сказал? Половина убийства и половина я их вырубаю. Потом мне игра в конце скажет, у тебя максимально кровавый рейтинг, а-та-та. А, нет, нет, ребят, это не здесь. Фу, ты-то я перепутал. Это вон туда, все, через ос. Я понял. Нет! Что ж ты дурак-то такой, а? Давай наверх. Я задолпаюсь ждать, пока он не перезарядится. Это обилка. Это вот сюда, вот нам. Да, точно. Здесь у нас получается... Картина, которую я забыл. Надо сразу забрать. Она просто подсвечивалась. А код... Блин, что делать с кодом, я так и не знаю. Так, это... Витрайта мы читали. Я надеялся, что код будет там. А кода там нету. Диск. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в заметках. Сведения. Просьба торговца. Это торговец из садов Кири, который держит подпольную лавочку, хочет приобрести одну вещь из королевской кунцкамеры. Это я понял, нам сторонник ВС дали. Теперь. Наместник Бирн подозревает, что Бриана Эшфорд оказывает влияние на сестер ордена Оракула. Возможно, кто-то связан с Теннисом. Так, это понятно. Кабинет Бриана Эшфорд. Кабинет Бриана Эшфорд находится на верхнем этаже. Это понятно. В заброшенной аудитории есть сейф, в котором остались какие-то ценные предметы. Беда в том, что все это место кишит трупными осами. Код 285. 285. Это оно, надеюсь. Ну, трупные осы тут были. Да, это он. Это я, видимо, в прошлой серии... Я просто сейчас уже не вспомню, но я, видимо, в прошлой серии нашел коды. Такой, о, нужно понять... Дайте чертежик, чего мне только это... Ну, нет, деньги, я не против денег, конечно. Но хотелось бы получить какой-нибудь чертежик, амулет, что-нибудь еще. Ладно. Да, видимо, я в прошлой серии нашел этот код и забыл о нем. И сейчас, ну, хорошо, хоть вспомнил, догадался, посмотреть, почитать, где он и как он. Супер. Значит, все остальное у нас находится уже внутри самого этого института. Ну, кунсткамеры, да. О, крысы там этих жрут. Прикольно. Интересно, как крысы определяют, что человек мертвый, и как они определяют, что человек без сознания. То есть, они же жрут только мертвых. Как бы это ни было странно. Ладно, давайте в караулку заглянем. Почитаем, что там. Я думаю, что там будет какая-то записка. И потом, собственно, пойдем уже внутрь. Блин, вот эти вот телепортации, офигеть, какие странные. То есть, вроде как далеко, но не хватает. Вроде как высоко, но не хватает. Короче, ладно. Значит, нам на третий этаж нужно, по сути, прототип. Какой-то там прототип тайный стырить. Окей, я не против. Тут мы с вами все подобрали. Тогда, если мы тут все подобрали, дневник, это, конечно, все хорошо. Удачный шанс, что мы читали. Это тоже просто замечательно. Эшворд, Шмешворд, карты. Карта у нас есть. Я все равно забуду ей пользоваться. Все нормально. Четыре руны у нас. А тут на изгиб времени нужно пять. Стоп. Почему я не вижу далеко? Вы видите маршруты и точки назначения врагов. То есть, вы видите сквозь стены и вещи. Я никак не могу улучшить, чтобы видеть дальше. Чувак стоял от меня в трех метрах. И я его не видел. И, собственно, из-за этого все и поперло. То, что этот на меня напал, второй напал, другие напали. Почему я чувака в трех метрах от себя не видел тайным зрением? Я это никак улучшить не могу. Чего за бред-то? Так, ладно. Перемещение. Перемещение. Перенос. Перенаправление. Перенос. Если не двигаетесь, нацеливайте. Перенос. А время замирает. Вот, кстати, неплохая тема. Бросаете врагов. А такое после переноса? Такое себе. Насчет вселения. Насчет вселения я качнул дофига всего. Разве что вот это. Переход между носителями. Ну, блин. А ну будешь жрать просто тонну манны. Хотя можно. Это вот так вот между стражниками. Вот так. Хоп-хоп-хоп. И ты перешел куда тебе надо. Никого не убив. Это очень круто для стелсового прохождения. То есть ты такой взял, потратил 4 банки манны. Пока вселялся из одного в другого. И куда-то добрался. И никто тебя не заметил. Это прикольно. Но я не уверен, что я буду это качать. Крысы, кстати, тема. Но я все-таки хочу изгиб времени. И вот эта вот остановка времени позволяет ненадолго остановить время. Вот это вот я хочу. Но будет стоить 11. 11, Карл. И вот это вот. Величение продолжительности изгиба тоже обязательно надо. То есть нужно 13. 13. Вы двигайтесь быстрее относительно времени. Здесь все нужно. Мне нужно 14 урона. А мне 4. Где взять еще 10? Ха-ха. Это еще нужно учитывать, чтобы я подбирал все руны. А я не всегда нахожу все руны. Как минимум 2 я уже упустил. Что это за адская псина такая? Череп могильного пса? И что это было? Мне эти черепа теперь добивать, что ли? Что за мы... Что за некромантию вы тут развели? Вы вообще офигели, что ли? Я вообще пошел руны проверять. У нас руна... Раз, два, три. Три здесь. То есть, по сути, у меня 4. Мне нужно еще 10. Здесь я могу теоретически достать еще 3. Ого. Хорошо. Я вас понял. Я вас понял. Рядом? Что, прям вообще рядом? Вон там, да? Но я же отсюда туда не попаду, так ведь? Мне же не хватит моего гребаного прыжка вот этого. Ну, давайте попробуем, че-то с ним. Видите, не хватает. Корва у нас дурачок. Он не может туда... Ну, может вот так вот сделать. Пришлось бутылку сожрать. О, обидно. А, то есть я мог сюда попасть вот отсюда. Тут есть окошко. Не прибегая к отключению стены. Ну, как же, не прибегая к отключению стены-то, если... Ну, вы че? Так. Нам, по идее... Тварь. Ладно. Ты че такой вообще? Это че за фигня? Оно меня палит. А у меня зажигательных болтов-то нету. Ай. Это отвратительно. Ну, давайте я попробую на него напасть. Его можно вырубить нормально. Ну, то есть, в прямом смысле, вырубить. Туда меня не пускают. Спасибо, я понял. Меня тут будут ожидать могильные псы и мутанты растения? Вот примерно с таким лицом я сейчас об этом думаю. Вы знаете, такой... Ну и куда я пришел? Ладно. 2Б. Вот тут полнейшее Б творится. Ладно. Это я... Тут яйца какие-то. Мне наверх. Я мог еще и снизу, видимо, зайти. Прототип находится там же. Окей, ладно. Значит, будем ориентироваться на то, что прототип находится там же. Значит, я туда, по идее, должен бы попасть... Ну, не то, чтобы прям по-любому, но должен. Верните манну. Ага. А зачем? Понятно, зачем. Для того, чтобы сюда... А сюда зачем? Тут же двери нету. Стойте, я что-то где-то... Не понимаю. Зачем все эти проходы? Куда они ведут-то? Стоп, на крышу. Тут где-то есть открытое окошко? Вряд ли. Такие окна... Хотя... Вот здесь? Да, вот... Типа, я трачу на это, да, здоровье, но я не хочу эти тварьи оставлять. Ага, это вот этот внутренний дворик. Я понял. Ха-ха-ха. Баг с ворванью. Другой вопрос. Ребят, Шким, а будет ли здесь что-то посерьезнее растений-переростков? Чего мне опасаться-то? Или... Там внизу ходят люди. Это минус. Надеюсь, минус два. Псы. Я понял. Надо их добивать. Эти черепа, их нужно не подбирать, их нужно добивать. О, виноград, хавчик, круто. Манна, круто. Блин, наконец-то что-то стоящее. Руна! Вообще зашибись. Ха-ха-ха. Случайно нашел. Ну и ладно. Тут виноград разнесло немножечко. Я и так его похаваю. Он вполне вкусный. Неплохо, неплохо тут. Хорош такой алтарчик был. Я так понимаю, что к портотипу мы можем пройти где-то с этой стороны. Я надеюсь. Давайте хотя бы в одном крыле с ним окажемся. Сверхлострона, да? Скупайте меня в теплых водах своего восхищения. Наша императрица. Ха-ха-ха. Источника нашей силы и свободы. Дур ты Амелия, я предупредила. Кто это на том, что? Дур ты Амелия. Ну, насчет дуру согласен. Или еще лучше посадите на корабль, который идет в пандусью. Бриана была с Галилой, когда ты еще мамкину сиську сосала. Для них это не игра. Ам. Б. Что? Вы меня реально там ждали? Твой закрытый уста не пролезет и оса. Это правда. Давайте, давайте, жрите. Я не хочу, чтобы они как-то там воскресли или что-то еще с ними стало. Где последняя, тварь? Там где-то еще одна есть, да? Ну, то есть, не может же быть все. Ну, раз уж я купил линзы себе улучшенные, надо же ими пользоваться. Нужно понять, почему Далила не умерла, когда ей пронзили сердце клинком. Порагул прототип. То есть, я вот официально сейчас проникал внутрь, да? Как умер Джиндорш? Кто-то пробрался в этот привычный детский дом. Не знаю, Далила. Прости. Ничего, дорогая. Это потеря. Но вряд ли он мог быть нам еще чем-то длительным. Сокарлова тоже забрали. Кому понадобился этот древний дурак? А, неважно. Что у тебя с причастием? Мечтайзер. Кто здесь? Риана. Упс. Да вы где от него? Упс. Я случайно убрал... Убрал, убил Эшворд. Новый амулет. А, он был у нее. Прототип. Я случайно убил Эшворд. То есть, я думал тут какие-то эти... Блин, она с ней что ли по телефону? Но не по телефону говорила, а по какому-то магическому амулету. Я даже не понял, что это она. Блин. Все? Договорились? Какие там у нас еще были арбалетные болты? Что ты говоришь? Убийца! Что ж наказали? Леди, приготовьте шипы. Сестры, будьте начеку. Это не те. Ммм... 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 Это не те. Погоди. О, давай, мочи их! А, она просто убегает. Есть что-то? Здесь ничего. Пить что-то. Так, тут у нас газетка. Большой... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Большой дворец опубликовал краткое заявление по поводу кончин нашей незаменимой... Незаменимого Кирина Джиндаша, великого изобретателя Сирконоса. В заявлении сообщается, что собранные улики определенно указывают на королевского убийцу, который все еще гуляет на свободе и разыскивает гвардии Сирконоса. Далее в заявлении говорится, что империя лишилась одного из самых блистательных своих умов и подходящих кандидата на освободившуюся должность великого изобретателя вряд ли найдется в ближайшее время. Джиндаш известен как изобретатель летительных часовых солдат и с ребрографического аппарата. Ладно, часть из них мы выкосили, хорошо, потому что их там прям немерено. Мне нужно найти... Здравствуйте. Мне нужно, пожалуйста, найти больше стрел. Еще больше стрел. Так, это я похабаю. Пятое. Записки о черном амулете. Пятое. Принялась изготовление нового амулета. Хочу, чтобы он был черным, что увеличивает его силу. Буду носить его в дополнение к тому, что нашла в Мавзолее в Альбе. Редко встретишь еще кого-нибудь с печатью бездны. Берегись, призыватели. Берегитесь, призыватели, ибо пока я буду носить этот амулет, ваши крысы и паразиты обратятся против вас. Сами хановый амулет, если работает, защитит меня от убийц. Все еще работаю над защитным амулетом. Взяла рецепт тивийской серой кости и добавила больше корня лопуха. Инструкция расплывчатая, а защита слабая. Восемнадцатое. Добавила в смесь ромашку и настурцию. Желаемого эффекта нет. Но пахнет приятно. Чувствую сильную защиту от неприятных запахов. Ничего больше. Датс третий. Получилось, конечно же, чимерице. Перебродившая и выпаренная на медленного дне. Редко получается амулет такого идеального черного цвета, как я и хотела. Я защищена от первой пули или первой стрелы из оружия убийцы. Первый выстрел не поразит меня, а мгновенно обратит... Обратиться в трупный хвост. Болты. Не те болты. Черт. Блин, я хотел болты. Каким-то, короче, образом... По идее, сюда, наверное, должно было быть сложно добраться. Но потому что я полез как-то через задницу, я сюда добрался довольно легко. Давайте снимем чувака. Пусть просто лежит. Ну, то есть он вряд ли заслуживает такого. Тут у нас... Усыпляющие. Усыпляющие у меня полные? Серьезно? Стоп. Где у нас... А, их только пять штук могу носить. Я не прикупил, да, для них апгрейд? Тогда... Пока безуспешно. И пока, и всегда. Раз у меня просто усыпляющих на максимум, то фигли мне их не попользовать-то, правильно? А где вы только все? Тут такая... Столько трупов. Во-во, везде ищите, ребят. Черт. Интересно, их потом могут разбудить или нет? Если я кого-то сейчас усыплю вот этими болтами. Потом кого-то могут из них разбудить? Или все нормально? Или они там уже и будут валяться? Да-да-да, насчет... Я вот с тобой... Тоже согласен. Блин, тут можно пройти... Тут можно пойти дальше. Тут куча всего. Что-то не надо. Привет, новый амулет. Как-то я удачненько подошел сюда. А что у вас тут происходит? Так. Иноземное проклятие. Преследование Табины Альбы. Великая крысина чума. Бродячая смерть неиз... А, иноземное проклятие. Так мы называем скоротечную эпидемию. Унешивая десятки тысяч жизней, распространившуюся по всему кристалю. От дома к дому, от города к городу. Убивавшую без разбора и бедных, и богатых. Больше всего пострадала столица. Даунволл, густонаселенный людьми и крысами. Многие описали, что чума... Многие опасались, что чума достигнет серконуса. Но даже без учета организованной в это время морской блокады, несколько причин препятствовали распространению болезней на наши берега. Во-первых, в серконусе численность инфицированных крыс была невелика из-за трупных ос. Это естественные враги. Как известно, крысы питаются личинками трупных ос, а взрослые осы откладывают яйца в крыс. Во-вторых, у серконосцев более крепкое здоровье, чем у прочих. Благодаря более здоровой пище, утреннему мациону... Угу. И крепкой трудовой морали у нас повышенный иммунитет к болезням, которые поражают менее энергичное население. Наконец, родниковая пыль, обнаружившаяся в серконусе, в следовых... В следовых количествах даже... Следовые количества? Это как вообще? Даже во время Великого Даунвольдского кризиса эта пыль сыграла важнейшую роль. Действительно, инфекцию распространяли крысы, но некоторые натурофилософы полагают, что ее разносил еще и ветер. Таким образом, мы можем быть благодарны родникам за то, что они не только обогатили нас, но и защитили от величайшей эпидемии нашей памяти. Это лифтовая шахта, между прочим. И сюда бы я никак по-другому не попал бы. Я вас понял. Круто. Где ведьмы? Я хочу... Она упала, нет? Да-да-да, насчет чего я с тобой согласен. Я тоже не понял, она упала или не упала? Что-то где-то упало, загорелось! Ладно, будем их вырубать потихонечку. Здесь я не вижу смысла, как бы, кого-либо жалеть, щадить. Ну, блин, это ведьмы, если что. Так, на секундочку. Поэтому, ну, их нафиг. Мне за прототипом обязательно. Прямо-таки обязательно. Но за прототипом... Я так полагаю, что мы пойдем уже в следующей серии. Давайте вот... Ну, вот это вот. Там кто-то есть? Ты умрешь в мучении! Я не дам ему сбежать! Ведьма! Труп! Блин, я же говорил, что это ведьмы! Офигеть! Банку, кстати, пришлось потратить. Хорошо, что я их начал расстреливать издалека. Посмотрите, какие твари! Их еще фигу бьешь! А если бы две таких на меня налетели бы, я думаю, мне было бы крантек. Прямо на месте. Вспыхивающий... А, это понятно. То есть, я зашел вот изначально сюда. Взял банку, убил главную эту, как ее? Эшвард. И потом перестрелял еще десяток там, на улице. Все, я понял теперь, как это работает. Эти странные линзы как-то связаны с исследованиями Эшвард. Линзы, это тоже хорошо. Мы их к себе как-нибудь приладим. Линзы, которые мы с Джиндышем разработали для машины Оракула. Были ужасно кривые. Вместо того, чтобы фокусировать энергию бездны, неправильные линзы рассеивали ее. Моя голова была полна шума, а духовный канал, связывающий меня с магией, долил и почти исчез. Я не прекращу свои усилия, пока наш Ковин не станет контролировать сестер Ордена Оракулов. Но теперь я знаю, что при этом сильно рискую. Старые линзы могли погубить меня. Сейчас они хранятся в мастерской, но их еще надо уничтожить. Ясно, это не для меня линзы. Это что-то левое. Это не код, случайно? 2, 6, 4, нет? Ладно, ладно, шучу. Так, у меня есть еще две бочки. У меня есть выход сюда. У нас есть куча всего. Блин, я мог просто в дверь зайти так-то. Хорошо. А, усыпляющие болты. Точно, точно, точно. Я не мог взять, потому что их было полно. А где я их видел-то? Я начал тратить усыпляющие болты, потому что я не мог их подобрать. А где я их видел, чтобы их подобрать? А-а-а. Где-то же видел. Здесь что ли? О, это картина. Картины я заберу, спасибо. Эшвард, блин, тварины. Хорошо, вот стол Эшвард. Вот ключи, вот бумажки, вот записки, вот все. Все это у нас обязательно. Бутылочка. Бутылочку я заберу сейчас. Все остальное сделаем в следующей серии. Вот прямо здесь я нажимаю в пяточку. Дальше я без вас, естественно, не пойду. Поэтому пока все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok